МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Герои нашего времени сегодня в честь Дня медика чествовали лучших работников здравоохранения Верхнекамья. Помогите нас, топец! С таким криком о помощи обратились к нам жильцы дома номер 6 по улице Коммунистической. Подвал этого дома наполнился кипятком, а батареи в жару стали теплыми. На место выехала Ксения Агенко. Жаркостей не ломит. Видимо, так решили коммунальщики. И сегодня ночью в системе отопления дома номер 6 по улице Коммунистическая зажурчала горячая вода. Произошел прорыв в первом подъезде. Сейчас на улице плюс 26 градусов, а в самом подвале температура гораздо выше. В подвале хлещет вода, идет пар, но на помощь к жильцам никто не приходит. Вот эта батарея отопления в подъезде, она течет, шумит, ну и там соответственно. Я лично 4 раза позвонила в управляющую компанию. Они не отказываются, они обещают, но до сих пор нет никакой бригады, ничего. На часах 13.30. Устранять аварию еще никто не начинал. Спустя 20 минут нашего приезда на место прибыли сотрудники управляющей компании. Как оказалось, такие ситуации в этом доме не редкость. Подвал топит с завидной регулярностью. В мае мы снимали видео, как приезжала аварийная служба, спускались в подвал в третьем подъезде. Там просто море, там ужас какой-то. Там больше человеческого роста глубина. Ну это, я так думаю, понимаю, это будет отразиться у нас в витках. Это меня тоже беспокоит. За комментарием по поводу сложившейся ситуации мы обратились в управляющую компанию ЖО-1, обслуживающую дом. Ситуация на доме была такая, что был сломан замок на подвале. Когда спустились в подвал, обнаружили, что вентиль ГВС открыт, вследствие чего произошло затопление подвала. Ну, соответственно, приняли меры, закрыли вентиль. На сегодняшний день происходит откачка воды и устранение там всех неповадок. Жильцы надеются, что с этого дня управляющая компания будет более оперативно реагировать на их просьбы. Не дожидаясь приезда телевидения и число коммунальных проблем в этом доме сократится. Ксения Агиенко, Лев Собуров, Новости Верхниками. Прошлый отопительный сезон в Березняках прошел без происшествия. Отопление и горячая вода бесперебойно поступали в квартиры горожан. Теплоэнергетики предприятия Березняковские тепловые сети привыкли работать на опережение и уже сейчас готовят город к следующей зиме. В планах заменить около двух километров сетей. Пожалуй, самые масштабные работы развернулись на улицах Ломоносова-Шишкина в районе 17-й школы. Сергей Каленик продолжит. Рабочий прогревает изоляцию. Она закроет место сварного шва. Важна полная теплоизоляция, чтобы не было потерь. Новые трубы диаметром 426 миллиметров появятся на участке улицы Ломоносова практически от Парижской коммуны до улицы Шишкина. Длина 400 метров. От этого участка магистрали зависит надежная подача отопления и горячей воды в десятки многоквартирных домов. А это тысячи березняковцев. Работа необходима, чтобы у нас не было никаких нештатных ситуаций в зимний период. Это очень ответственная работа. Лучше подойти это в летний период, заменить данный участок трубопровода. Прошлый зимний период у нас прошел хорошо. У нас больших инцидентов не было. Грубо сказать, вообще их не было. Это все зависит от того, как мы подготовимся в летний период. Это очень большая зависимость. На объекте работают 15 человек. Место огорожено согласно технике безопасности. Сейчас доделают эту сторону проезжей части, заасфальтируют ее и перейдут на другую половину. Согласно графика, работа должна завершиться до 30 сентября. Но уже сейчас есть четкое понимание. Реконструкция идет с опережением. К слову, территорию благоустроят. Но это лишь малая часть того, что теплоэнергетики планируют сделать в этом году. Также в городе продолжаются гидравлические испытания теплосетей. Процесс опрессовок на тепломагистралях синхронизирован с работами на теплоисточниках и внутридымовых сетях. Это сделано в интересах березниковцев, чтобы как можно быстрее вернуть людям горячую воду. Одновременно выполняются работы на левой бережной котельной. Проводится профилактика теплосетей и ремонтируются внутридымовые системы. Залог спокойной зимы – это летнее техническое переоружение тепломагистрали. В этом году, кроме улицы Ломоносова, мы обновим теплосети на ряде городских улиц. Напоминаем жителям о необходимости быть осторожнее вблизи мест ремонтов. Запрещено перелазить через ограждение и парковать автомобили в лес раскопок. Выполняя эти правила, горожане обезопасят свою жизнь и здоровье, а также не помешают проведению летних ремонтов. Сергей Каленик, Лев Собуров. Новости Верхникамья. В прошлом выпуске мы рассказывали, что на улице Набережная прямо на проезжей части образовались просадки грунта. Сегодня на место выехали специалисты управления благоустройства и прокомментировали ситуацию. В результате обследования выявили, что данная просадка связана с неисправностью системы ливневой канализации. Происходит размыв дорожной одежды и вследствие чего просаживается покрытие в проезжей части улицы Набережная. Кстати, спецавтохозяйство уже приступило к ремонту. Сейчас рабочие демонтируют поврежденный участок асфальтобетонного покрытия для того, чтобы оценить текущее положение. Приблизительно ремонтные работы завершатся уже в ближайший понедельник, 21 июня. А теперь новость для любителей здоровой и полезной пищи. К нам в город приезжает рыбак Камчатки со свежей партией деликатесов. Прямо сейчас технологи рыбака Камчатки готовят свежую партию, чтобы в понедельник привезти к нам в город. Как всегда, на прилавке будут красоваться нежные балыки, красные и белые рыбы как холодного, так и горячего копчения. Горожане также смогут приобрести красную икру, рыбную колбасу и свежемороженую продукцию. Остерегайтесь подделок и приходите за камчатской рыбкой в ДК Ленина. Выставка начнет работу в понедельник, 21 июня. После рекламы мы расскажем, как в Березняках отметили День медика и озвучим новое задание нашей кривеческой викторины. Мы вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами. Каждое третье воскресенье июня в России свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. В нелегкое время пандемии медики оказались на передовой. Без того напряженные будни врачей, медсестер, фельдшеров, санитарок, водителей скорых превратились в настоящую борьбу за жизни людей. Сегодня в Березняках чествовали лучших представителей профессии верхниками. Репортаж Екатерины Зибзеевой. Только вглядитесь в эти лица, в эти чуткие глаза. Эти люди, врачи, медсестры и работники скорой готовы прийти на помощь в любую минуту. Сегодня в стенах Дворца культуры имени Ленина наградили самых лучших, самых надежных врачей города. Прошлый год стал настоящим испытанием для всех нас. И в первую очередь он коснулся медицинской сферы. Вы с честью проносите все тяготы этой жизни и помогаете нашим больным, помогаете выздоравливать, помогаете бороться с этой инфекцией. С работы прямиком на награждение отправилась и Людмила Семанова. О своем жизненном пути Людмила знала с самого детства. Еще бы, все родственницы по материнской линии всю жизнь работают в больнице. Так сложилась судьба, что муж Людмилы Николаевны тоже врач. Он работает анестезиологом. Мы работаем сутками, мы работаем крайне много. Врачей данной специализации не хватает, поэтому в последний год мы прожили на работе. Нам было очень тяжело и, кроме того, никуда не делась диагностика других случаев. То есть это инсульты, это онкология, это просто терапевтические исследования. Мне очень радостно, что мы смогли в наш праздник, в наше торжество собраться в этом зале. Мы все знаем, что 20-й год был тяжелым, пресловутый ковид, пресловутая пандемия нам помешала отметить наш профессиональный праздник. Но я думаю, что и благодаря нам была в коем-то мере одержана победа над этим узлом. Труд врачей невозможно полностью оценить. Они отдают себя без остатка работе, ночи и дни проводя в больнице. И сейчас все, о чем они мечтают – это сон и долгожданный отдых. Данную работу бросить очень сложно, потому что в ней учишься постоянно. И потом взять вот так разом и это все бросить практически нереально. Екатерина Зибзеева, Лев Собуров. Новости верхниками. Подошел к концу краевой этап всероссийского конкурса «Врач года» и лучшим врачом-неонатологом Пермского края стала наша землячка Татьяна Геннадьевна Хоружева. Хоружева Татьяна Геннадьевна 29 лет назад окончила педиатрический факультет тогда еще в Пермской государственной медицинской академии. В дальнейшем Татьяна работала врачом-педиатром и через пару лет нашла свое призвание в тогда еще молодой, новой врачебной профессии – врач-неонатолог. Неонатолог дословно переводится как «новая жизнь». Жизнь новорожденных детей – это в наших руках. И мы занимаемся этими жизнями первым вдохом, первыми днями. Когда требуется наша помощь в реанимации, оказываем ее душу. Дочь лучшего неонатолога при Камье Софи решила пойти по стопам матери. Также поступила в медицинский. Еще бы за 30 лет работы с детьми Татьяна Геннадьевна показывала себя как опытный и квалифицированный специалист. Чуткий профессионал своего дела. Именно поэтому теперь Татьяна Геннадьевна стала лучшим неонатологом при Камье. Но это краевой этап. Кто победит на федеральном уровне, узнаем совсем скоро. Россияне назвали врачей, спасателей и волонтеров героями нашего времени. Такие данные обнародовал Всероссийский Центр изучения общественного мнения. А корреспонденты Верхниками ТВ вышли на улицы города и дали возможность накануне Дня медика сказать спасибо нашим работникам здравоохранения. Медицинским работникам самим дай бог здоровья и поклон и процветание как можно дольше и больше. А есть ли у вас какой-то медицинский работник, кого бы вы хотели прямо отметить? Шестеров, значит, это самый великолепный медицинский работник. Вместе со своей женой. Счастье им в личной жизни. Чтобы были все здоровые, чтобы хорошо нас принимали, бабушек. Благодарим, конечно, всю медицину. Всех работников медицины с праздником. Прежде всего им здоровья, чтобы они могли хорошо лечить нас. Ну и что, терпение им с нашими клиентами, пациентами. Ну всего хорошего в семье, чтобы было все хорошо. Поздравляю с праздником, желаю им всего хорошего, чтобы люди были здоровы. А у вас есть медработник, которого бы вы хотели прямо вот отметить? Ну, Агинцова Светлана, медик. Очень хороший терапевт. Желаю успехов, всего самого-самого прекрасного. Лодочникова Наталья Владимировна, моя подруга, медицинская сестра, стомат поликлиники. Молчанова Елена Николаевна. Вернее, Колигова, да, она замуж вышла. Она у нас фельдшер-лаборант в приемном покое Первой городской. Поздравляю вас, девчонки. Наша викторина «Узнай любимый город» продолжается. И в нашем эфире мы показываем архивные фото с прошлых лет, как с левого, так и с правого берега. А ваша задача – угадать, что изображено на снимке. Новое задание уже для вас подготовила Елена Силакова. Здравствуйте, дорогие телезрители. Продолжается викторина «Узнай любимый город». И в прошлом выпуске мы загадали внутренние убранства палат Строгановых. Здание это было построено в XVIII веке. В это время Петр I запрещал возводить постройки из камня. Но Строгановы договорились и одновременно со Спасо-Преображенским собором построили палаты. Здесь проводили переговоры, подписывали документы и устраивали званые ужины. В XX веке в этих стенах открыли музей. А в 1968 году прошла первая реставрация. Потом работы приостановились. Долгое время это здание пустовало. Оно было без окон, без зверей, разрушалось. И только в 2000 году у нас начались реконструкции. И вот сейчас музей у нас здесь существует. Музей у нас молодой. Ему чуть больше 18 лет. А первым правильно ответил абонент, чей номер заканчивается на 6171. Поздравляем победителя и вручаем ему сертификат на пиццу от поставщика бизнес-ланчей Компот Клаб. А мы напоминаем, что дарим каждый день подарки от наших спонсоров. Тем, кто первым правильно ответит на вопрос. Сертификаты подготовили поставщик бизнес-ланчей Компот Клаб, салон тайского массажа Лилавади. А пяти самым активным по завершению викторины мы вручим сертификаты по 3000 рублей на отдых в хорошем месте. Это сауна, джакузи, караоке и лаунж-зона. Если вы мечтали отдохнуть, то это место для вас. А мы готовы огласить следующее задание. Итак, отгадайте, что за объект изображен на фотографии. И подсказка, а это снова правый берег. Свои варианты отправляйте на короткий номер 4647 перед сообщением. Не забывайте поставить число 59. Мы принимаем ваши ответы до трех часов следующего дня. Елена Силакова, Лев Соборов и Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Наш выпуск подошел к концу. Далее вас ждет прогноз погоды и программа «Игорь Соловей. Я говорю правду». В сериях проекта известный блогер Игорь Соловей и ведущий Сергей Коленик обсуждают самые жаркие проблемы города. Вы смотрели главные новости Верхнекамья. С вами была Мария Коноплева. Всего вам доброго и будьте здоровы. Внимание! Открыт новый салон «Двери, окна, кудесник» Парижской коммуны 54. В честь открытия скидки на стальные двери до 30%. Акция действует до конца месяца. Успевайте! Количество моделей ограничено. Спонсор прогноза погоды – рыбная лавка «Рыбак Камчатки». С 21 по 27 июня в ДК имени Ленина вас ждет большой ассортимент дальневосточных морепродуктов. Попробуйте, вам точно понравится. 18 июня на территории Верхнекамья синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. В Александровске плюс 17. В Кизеле столбик термометра поднимется до отметки плюс 16 градусов. В Соликамске плюс 18, в Березняках в пятницу температура воздуха ночью плюс 10, в дневные часы плюс 18 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер северный 5 метров в секунду. 18 июня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное. Что ты рисуешь? Двери дома. Правильно, дом начинается с дверей, а наш с дверей Аргус. Сейф-двери Аргус. Высший класс по шумоизоляции и прочности. Взломостойкие замки. Тихо и безопасно в вашем доме. Двери Аргус. Только в салонах Кудесник. Дальневосточные морепродукты. Чивыч, Акижуч, Красная икра. От компании «Рыбак Камчатки». С 21 по 27 июня. ДК Ленина. Улица Ленина, 50.